Девушки отдыхают Так, стоп А что, китайцы сегодня приезжают? Уже приехали, Ада Семеновна просила всех быть на своем рабочем месте без поражений И такой серьезный ужас Ну что, думаете, как? Утвердят меня, нет? Ну, конечно, утвердят, конечно, утвердят Ты допоздна работаешь и дома еще работаешь Интернет-платформу сделала И ужас, какая ответственная Просто вообще ужас Китайцы таких любят Ну да, наверное, любят И зарплату тебе в два раза прибавит Нормальная такая прибавочка, да? Ну, наконец-то хватит на что-то, кроме ипотеки Ой, ужас Идут девочки Девочки, идут Пожалуйста, прошу Пожалуйста Девочки, проходите, проходите Минуточку внимания Нас посетила Долгожданная делегация из головного офиса В городе Чайчжоу И прошу любить и жаловать Господин или товарищ Товарищ, хорошо Господин лучше Господин Дай Это представитель российского направления Ни хао Да-да-да, Ольга А это начальник отдела продаж Ольга Петрохина Ольга Директор Дай очень приятно Ольга, добро пожаловать Я руки помыла, если что Кольцо забыла надеть Какое кольцо? Нагаджеджина Кольцо, замуж Работница, продающая детский товар Должна быть замужем с детьми А директор носить кольцо Ну, а я вот не замужем Разводы? Одна и дети? Нет, детей нет у меня И я не в разводе Я просто не замужем А сколько тебе лет? Мне тридцать два Тридцать два Одна, без детей Ты что, женщина, которая не любит мужчин? Да почему я не люблю мужчин? Я очень люблю мужчин Я просто не встретила еще своего любимого, единственного Женщина без мужа, дети не может продавать детский товар Все время думает про судьбу плакать Не может работать Чего тут плакать-то? Послушайте, я... Мое семейное положение Вернее, его отсутствие Оно, поверьте, никак не повлияет На мою работоспособность Грубое нарушение корпоративный стандарт Нехорошо Строгий выговор Директор дайдет две недели Для устранения недостатков кадровой политики Иначе непрофессиональный Пойдешь на пенсию Директор дай лично проследить за исполнением Сейчас Господин Дай, мы все исправим Что это? Ну не уходите, господин Дай За мной А ты, Семеновна, ты вообще, ты просто несправедлива Оля, ты должна понять Ничего личного, просто бизнес А ничего личного? А я что ли виновата, что нормальных мужиков вообще не бывает? Я, между прочим, всю жизнь жду У моря погода и милость это природа А счастье женщины в ее руках Поэтому надо действовать Как? Активно! Пиши заявление по собственному желанию Нет, я не буду это подписывать У меня нет такого желания У меня тоже нет Поэтому заявление пока не подпишу Оно просто будет у меня А у тебя две недели, чтобы исправить недостатки Хочешь, переходи на свободный график посещения Лишь бы проблема была решена А вы что хотите, чтобы я фиктивно вышла замуж? Нет, дорогая, не фиктивно А по-настоящему, с перспективы рождения Двух или более детей Желательно разнополых Потому что личное твое дело Теперь на контроле В самой Поднебесной Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Ольга? Да, здравствуйте 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 Бокал красного? Давайте Да, да, слушаю Онлайн конференция? Блин Нет, нет, помню Извините Что ж такое там Господи, ты боже Сейчас Конечно, да Извините, вы могли бы пересесть за тот столик У меня тут конфиденциальная онлайн конференция Очень быстрая Минут на сорок Да, сорок, конечно Да, я сейчас Я быстро Да, да, я в сети Спасибо Пожалуйста Тот на пятнадцать, который мы держим Да Ну в среду или в четверг Откуда я знаю Сейчас, сейчас Значит, смотри Валера Да, слушаю, слушаю Давай, записываю Ну, значит, так Да, это можем, можем Можем Кутеляшка Угу Так Тридцать три Работа Восемнадцать Ого Угу Так Угу Жена Не бойся, она в командировке Простите Вы как-то не очень похожи на свою фотографию в интернете Да, слушай Похож, не похож Какая разница? Большая Мама Мама считает Не бойтесь Очень Все, я себя удалила Не могу смотреть больше на этот аппарат уродов Я и говорила, что все эти твои приложения Дохлый номер Я так рассчитывала на эту должность Как мне теперь за ипотеку расплачиваться А я предупреждала, что ипотека добром не кончится Но Ты можешь жить у меня Мама Я лучше объемся мороженым И умру от переохлаждения Оля Я не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу Я тоже искала принца А он меня потом бросил Между прочим, с тобой на руках Это же Коля Шутов Свою победу я посещаю своей жене и своим детям Я люблю тебя, любимая Вот видишь Да, жене и детям Так трогательно Вот, мам Что ты думаешь? Я буду все локти теперь кусать? Тоже мне Коля Шутов Мне не нужен чемпион Мне нужен любимый мужчина Человеку необходим крепкий пиво Это что, Лёня? Это он что, в думе? Моя жена во многих вопросах помогает мне И я чувствую поддержку во многом с ее стороны Это помогает человеку развиваться И его ты тоже завернула А еще был Марк, а у него, между прочим Дом во Франции, я в курсе Вот, пожалуйста Мам, мне они все не подходят Какая разница? Сколько у человека избирателей? Какой у него дом? Сколько у него медалей? Мама, это вообще все не про любовь Это все не про счастье Не в этом дело, мама Про какое счастье? Речь идет о выживании, Оля Ты что, предлагаешь мне выйти замуж Из-за квартиры или денег? Это скрытая форма проституции А, ну да, конечно Нет Я лучше буду на улице спать И работать дворником Это ты сейчас так говоришь Пока лето Мама, хватит Ладно, хорошо Угадай Кто недавно развелся И находится в поиске второй половинки Да, мамочка, кто? Витя Чертков Витя Витя Чертков Прекрасно Тот Витя, который на двойке учился Хотел мотоцикл купить И вообще в Техас уехать жить Правильно У мальчика была мечта В результате он добился успеха в агробизнесе У него теперь стада свиней Боже Пусть он разводит дальше своих свиньев Если он такой заботливый Такой хозяйственный Свиньи, наверное, с ним очень хорошо А я извини Знаешь что, моя дорогая Я бы не была на твоем месте такой разборчивой Часики-то Тикают Мам, все, хватит Ну, что ты так всегда, а? Как ты это ешь? А кто это у нас так рано проснулся? Вот у Ивановича у нас жаворна А я сова Ты куда такая? Марго Иди поспи Не мешай собираться Еще из пять минут выходить За пять минут можно много вспить Посуду помойся, вечера осталась Котико, куда ты едешь? Горососнос на сделку К вечеру вернусь Покупаешь, продаешь? Покупаю Козырный объект Три сосны Нравится название? Надо скорее брать Пока конкурента не подрезали Привет, Олег Привет, Сорок Как готовность? Уже выезжаю С капустой все шоколадно? Ха, ну ты и конспиролог Контрагент с тобой? Товарищ генерал В отставке ждет на объекте Документы все у него Слушай, подхватишь меня по дороге? Хорошо Тогда до связи Там деньги? Деньги? А что, уже столько денег на карточку не помещается? Ну, иногда в сумку помещается намного больше Не бери в голову, это слишком сложная математика для тебя А это не опасно, носить с собой такую сумму? Меня встретит Эдик А кто такой Эдик? Бывший сослуживец, тысячу лет с ним не виделись Котик, а может я с тобой поеду? У меня и паспорт с собой есть И загран, кстати, тоже Загран, угу А подмосковная виза есть? А надо? Зоя моя С твоими знаниями за пределы Садового кольца Лучше не выезжать Ты сходи этот на свой Личностный рост или куда ты там будешь? Личностный рост Ну вот А я потом вернусь и проверю Насколько твоя личность выросла Я люблю тебя Я тебе позвоню Девочки Давайте не будем забывать Что богатый мужчина на дороге не валяется И даже если вы нашли своего мужчину И он обещал на вас жениться Нет Не расслабляться Потому что птице счастья Она может улететь в любой момент Куда? Ну как К другой птице ловки Конкуренция огромная Поэтому вы должны быть не просто хороши Вы должны быть идеальны Вы должны стать для своего мужчины Товарищи Помощникам Вы должны Понимать все его проблемы Вы должны знать Его истинные цели И конечно же разделять его интересы Да, да, да Простите, пожалуйста А как узнать его истинные цели и интересы? Он состоятельный Да Да Деньги Тогда его интерес Деньги Какие люди в Голливуде, а? Сколько лет, сколько зим А, и сколько сразу афоризмов Привет, Витя Здорово, Олька А что соплились я? Нет, нет, все хорошо Просто дезодорант у тебя такой ядреный Ага, мощный А то я работаю со свиньями Духан еще тот там Слышь, я тут это Проезжал мимо Думаю, может тебя на обед пригласить Ты же вроде Ну, обедный перерыв у тебя сейчас Или как? Ну да, перерыв А тебе что, мама сказала, где я работаю? Что? А, нет Ну, как бы я Ну, сам типа случайно узнал Ну, и я тебе типа верю Ладно, пошли Чего зря пришел Поехали Мой конь Давай, давай, давай Опа Давай, пошел Да, так Садись, садись, садись Сейчас поедем Так, так, все Девочки, давайте теперь поговорим об эмпатии Эмпатия Это очень-очень важная вещь Вы должны понимать своего мужчину с полуслова Давайте все вместе С полуслова И правильно Направлять его потребности В нужное русло Подождите А в какое русло? Ну, русло – это метафора Главное – направлять Давайте все вместе Главное – направлять Еще разок Направлять Ну, еще раз Направлять Молодцы Недаром говорят Что за спиной каждого богатого мужчины Обязательно стоит Очень сильная женщина Да, Заян? Алло Матвей, Котик, ты доехал? Спасибо, нормально, доехал Извини, я сейчас не могу говорить Эдик, Матвей Сорока, дружбан Сколько лет Да, почитай, с самого дембеля не виделись Штабная крыша Штабная крыша Ты бы видел эту базу отдыха Десять гектар леса Вода, первая линия Ну, что, погнали? Слушай, я бы сначала перекусил Есть здесь у вас приличный ресторан? Ну, не вопрос, найдем Это че, Нал? Он же еще по радио здесь всем объявит Поначалу долго не мог себя найти Из спецназа в поворот, а еще Вокеровка Потом кафе открыл Потом сеть Поначалу все приходилось делать самому Теперь вот, плавно перешел в девелопмент Девелопмент? Угу Откупаю объекты перспективные Перепродаю торговым сетям Ресторанам А с личной жизнью у тебя как? С личной... С личной все отлично Извините, связь прервалась Котик Спасибо Все, приехали О, три сосны Лучше кабак в городе В народном стиле Искрячий креатив и море стиля Надеюсь, здесь кухня будет получше, чем дизайн Заходи Сорок, ты проходи пока Я в туалет быстро забегу Ну, давай Алло У нас задержка Да ему пожрать приспичило Будем делать через полчаса Будьте готовы Э Блин Это что, типа Знак свыше? Ну, че Два бизнес-ланча А че пить будешь? Тут хорошее кофе Крепкое Крепкий Кто крепкий? Брак Брак у тебя крепкий, наверное, был Странно, что вы с Людой А Ну, ты видишь, как мы как-то это Характерами-то не сошлись Ну, бывает Бывает Да Котик, привет Что случилось? Нет, ничего не случилось Просто я тебе звонила И мне сказали, что связь прервалась Я подумала, что наша с тобой связь прервалась Ну, это шутка Ты, конечно же, знаешь Что наша с тобой связь не прервалась Слушай, котик Свадьбы Я сегодня какой-то Замотанный Ну, короче, мы над школой шефствуем Да? Угу Экоферма наша Да? И они попросили закупить Для детского утренника Торты Ну, я ложу им деньги На карточку А они звонят Мол, ничего нет, а? Ну, фигня полная, да? Куда деньги ушли? Как тебе это удается? Че удается? В одном предложении Использовать все эти слова Че? Ничего Че-то нет Официантке Я пойду ее Найду Ага Давай, я сейчас Ага Одну секунду Холодный Пересоленный Это не утка Это свинина Причем не первая свежесть Кофе растворимый Даже пробовать не буду У вас яблоки есть? Есть Как десерты тут Зеленые Давайте Два десерта И счет Дверь откройте Слышь кто-нибудь Дверь откройте Тут замок сломан Алло Нель Спасай, а Что, очередной Сексуальный маньяк Без вредных привычек? Хуже Мамин протеже Между нами Культурная пропасть Я не знаю Как мне так уйти Чтобы не обидеть человека Так Давай я сейчас тебе Перезвоню Типа что-то срочное Ну, ты извинишься Перед ним и Алло, Нель Неля Черт Черт Что, ковбоя своего потеряли? Может, он просто пошел Дать лошадям Не мой ковбой И, между прочим, он Свиней разводит А не лошадей Дайте подзарядиться Да Пожалуйста Спасибо Вы уж меня извините Может Может, это и не мое дело Но мне кажется Что вы достойны лучшего Помните, как у Амархаяма Ты лучше быть голодным Чем что попало есть Ты лучше быть один Чем вместе С кем попало Ты что, уже расплатился? Простите Спасибо за зарядку Свиняй Ничего, ничего Да, мой туалетный утенок Ну, а ты лишил себя Шанса отравиться Надеюсь, до встречи Ой, слышишь Там это, в туалете В кабинке Ручка сломана От двери Стреляешь, ну Бардак полный Вить Ты знаешь, я утюг забыла выключить Слушай, так я его Могу починить Он там у тебя Поломан или что Чего? Давай Что? Что? Р turn Рут Продолжение следует... О! Три сосны! Лес, вода! Первая линия! Милости просим! Проезжай! Что, сейчас прямо? Вижу, красота какая! Ну, где твой отставной генерал? Сейчас я все узнаю. Посиди пока. Котик, привет! Зай, я опять? Да? Я же просил тебя меня не беспокоить. Ты соскучилась. Вырезай! Котик! Это что за карнавал? Котик, а ты где? Ты на карнавале что ли? Чего не отвечаешь? Котик! 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 Ну что, потанцуем? Потанцуем? С кем ты там танцуешь? Алло, котик! Не плавь, девчонка. Котик! Какая девчонка? Какая еще девчонка? Котик! Какая девчонка? Алло, алло, котик! Что ты стоишь? Помогай! Заткнись! Так ты что, с ними? Нет. А вы не подскажете, пожалуйста, где Сосновск? Вы что, его грохнули? Да что за мужики в Москве пошли? Один раз потыкай, получил и сразу вас склеил. И что теперь с ним делать, а? Я не знаю. Ну, может, здесь его бросим? Ага. В таком прикиде? Закурить? Не найдется. Дорогой костюм, последний раз, лет 30 назад одевал. Освалил своем. Спасибо тебе. Солидно. В деле мы говорим, рано. На обмене спалиться можем. Сумку пока потрошить нельзя. А что с ним делать? В рэгби, что ли, играть? Надьте вам, на мороженое. Остальное надо спрятать где-нибудь здесь. Чтоб не светиться. Заряжем на дно, а через недельку, когда все утрясется, достанем и попилим по справедливости. Ага, да, да. Так я тебе и поверил, что с деньгами не свинтишь. Да не свинтит. Эдик у нас хома разумная. Правда ведь, Эдик Васильевич Турчин, проживающий по адресу Угл? Правда, правда. Мне проблемы не нужны. Сказал, через неделю. Максимум через две. Все, я пошел. Э, а что с тачкой-то делать, а? Чего? Гаражи на запчасти. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потанцуем? Да, конечно. Не хотите потанцевать? Пашка, привет. Привет. Так. Ну что, а мама где? Маму срочно на работу вызвали. Сложного пациента привезли. А я думаю, что одному дома скучать? Раз все равно пригласили. Только, правда, тут нормальных девчонок нет. Ну, получается, ты сама нормальная. Спасибо. Ну, между прочим, это лучший комплимент за последнее время. Ты одна здесь? Так и не нашла себе мужика. О, вообще-то это не ваше дело, молодой человек. А после свадьбы какие планы? Это что еще такое за разговоры, а? Ну, можно к нам утонуть. Я для себя бутылку шампанского возьму. Мы посидим, ужасы посмотрим. Ну, писти. Вот ты, мама. О! Прошла. Я смотрю, ты уже за малолеток взялась? Поздравляю, вы хорошие. Поздравляю. Счастья, здоровья. Падешь же тебе. Между прочим, твой малолетка любому мужику фору даст. Так, малолетка, давай. Тетю Олю мне оставь, а маме что-нибудь вкусненькое. Иди налей. Ты мой герой, Паш. Ой, я только что за больницы срочно вызов. А ты, смотри, уже зажигаешь. Говорят, букет невесты поймала? Да, знаешь, как я его поймала? Мне его просто дали. Как единственный здесь незамужник. Слушай, пойдем поболтаем? Пойдем. Ну, громко тут. Пошли. Ну, и как там твоя культурная пропасть? Мамин протеже. Больше не звонит? Нет, не звонит, к счастью. Нет, Мэллечка, ты знаешь, я тут поняла, что у меня ни черта в этой жизни не получилось. Ни семьи, ни карьеры толком. И от квартиры скоро тоже не будет. Слушай, прекращай рефлексировать. Я, кстати, знаю еще один очень крутой сайт. Нет, нет, все, хватит уже. Эта идея с сайтами знакомства была совершенно неудачной. Мэлл, ты помнишь знаменитую цитату Амара Хаябла? Ой, не помню. Ой, ты лучше будь один, чем вместе с кем попал. Идеалистка ты, Петрухина. Ну, скажи, сформулируй, какой мужчина тебе нужен. Высокий шатен с голубыми глазами, спортивного телосложения, старший меня, благородный, с чувством юмора, любящий поэзию и литературу. И обязательно какой-нибудь творческой профессии. Вот грузчика как бы не хотелось. То есть низкорослого кореглазого грузчика тебе не предлагать? Не предлагать. Поняла. Мы бы пили с ним кофе с корицей и обсуждали бы французский кинематолог. Где же я тебе такого найду? Шатен, голубые глаза. Благородный. Неля. Хотя... Бойтесь своих желаний, девушка. У них есть свойство исполняться. Нелечка, дорогая, ты что задумала? А приходи ко мне завтра в больницу. Все узнаешь. Ты что, будешь меня электрошоком лечить? Нет, электрошок тебе не поможет. Я познакомлю тебя с мужчиной твоей мечты. Ну что, с кем он, где? Он уже не здесь. Я вообще-то в курсе, я его невеста. Но он вернется? Отчасти. Но его невеста уже не вы. Он что, совсем меня бросил? Не совсем. Просто он. Он уже не он. Я ничего не понимаю. Так мне ехать в этот Сосновск. Следуйте. Зоу своего сердца. Хорошо. И приеду я туда. И что, я буду блуждать в трех соснах? Вы можете как-то поконкретнее сказать, где его искать? Там, где вы его потеряли. Знаете что? Вы мне ничем не помогли. Верните мне мои деньги. Не могу. Они уже в ином мире. Это жертва духом земли. Я работаю бесплатно. Бесплатно. Молодец, что пришел. Итак, следующая остановка. Идеальный мужик. Какой у него профиль? Ой, профиль греческий. Тебе понравится. Нель, ну я не про это. Какой у него профессиональный профиль? Он кто? Он хирург, эндокринолог, гинеколог. Подожди, стоп. Я тебе разве говорила, что он врач? Ну, не говорила. Ну, а кто еще? Врачи давно все освоены. Пациент. Пока бесхозный. В смысле? В прямом. Ну, ты готова на авантюру ради нормального мужика? Ну, в рамках уголовного кодекса, да. Тогда смотри. Ты куда? Испугалась, что ли? Нелли, это он. Ну, я понимаю, что не оно. Это тот, ну, тот парень из ресторана. Подожди, вы знакомы, что ли? Да. Из какого ресторана? Нелли! Что Нелли? Дурак. Да, вот этого я не ожидала. Я тебе всегда говорила, бойся своих желаний. Ну, я вот этого и боюсь. Это вообще все невозможно. Он, он просто не вариант. Где он, а где я? Ты здесь, он в полоте номер два. Отличный способ познакомиться. Нелли! Здрасте. Я вообще не об этом думаю. Ну? Ну, что? Он вообще какой-то... Он другой. Необычный, нездешний. Ну, нездешний-то точно. Здесь я его раньше не видела. Может, он молодой писатель? Режиссер. Но он точно не свободен. А вот как раз сейчас он абсолютно свободен. Я же тебе главное забыла сказать. Пошли. В каком смысле? В прямом. Закрой. Садись. Он ничего не помнит. Ничего не помнит. Вообще ничего. Короче, рассказывай по порядку. Приводят нам в отделение бомжа. Ну, бомж как бомж. Ну, в лохмотьях весь. А под лохмотьями-то очень приличное тело. Только голова у него напрочь отшиблена. Ретроградная амнезия. Ну, мы его Мишкой прозвали. Подожди, он не был в ресторане никаким бомжом. Что случилось? Откуда я знаю? Полиция так не разобралась. Дело в другом. Ты можешь его забрать. В каком смысле? Да в прямом. Документов нет, его никто не ищет. Появляешься, говоришь, что ты его невеста. Все. А когда он все вспомнит, я тебя умоляю, если он все вспомнит, ну, я не знаю, к тому моменту вы можете наследника заделать. Начинается. Оль, скажи мне, как женщина врачу ты рожать собираешься? Отвечаю. Как женщину доктору я очень хочу рожать. Просто не до китая скачетесь. Я при чем тут китайцы? Ты о себе подумай, хоть раз. Тише. Вдруг судьба? Я в это никогда не ввешусь. Ну и дура. Сама такая. Рыженький, хорошенький. Так, да иди, что думать-то? Да вот думаю, шестой уже, не много ли будет. Места-то у меня хватает. Одна ведь живу. Одна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алло, Неля, Неля, я еще ничего не решила, я... Ну, нам нужно с тобой обсудить. И вообще самое главное, чтобы он... Что я должна точно знать, что он ничего не помнит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ваучеры помнишь? Ну, а малиновые пиджаки? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А как Ельцин у стола ушел, помнишь? Ну, ты много помнишь, паря. Не волнуйся, не вешай нос. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне бы помнить, кто я такой. Вдруг меня ищут. Вот вошла бы сейчас медсестра и сказала, Михаил, к вам самая прекрасная женщина на свете. М-м... О, в таком виде можно даже банки грабить, никто не опознает. Ага. Неля, Аркадьевна, можно? Нужно, Михаил. Это наш орентгенолог Оля АО Оксана Николаевна. Добрый день. Проходите к аппарату. Как самочувствие? Ничего. Если не считать потерю памяти. Ну, это дело правильное. Завтракали? Овсянку уже видеть не могу. Как вам, Мархояма. Ты лучше быть голодным, чем что попало ешь. Зеленое яблочко мне бы. За один укус пучку бы отдал. О, ну я бы на вашем месте органами-то не разбрасывалась бы. Так, прижались, подбородок и не дышать. Внутренние органы без патологии. Потенция в норме. Вредных привычек нет. Наследственность отличная. Ты все это на орентгене видишь? Ага. Оля, надо брать. Ужин. Что сегодня на ужин? Кашка. Овсянка? Даже на ужин? Спасибо. Миша, ну... Миша, ты вспомнил что-то? Миша. Миша, ты вспомнил что-то? Нет, просто... Ну, просто ненавижу я вот это все. За бардак, за совок, за вот это все. Неля, может, мне надо... То есть... Я тут расходяй, я не хочу. Неля, я все еще не уверена. Оля, ты на пороге счастья. Нужно просто открыть дверь. Неля, пожалуйста, не убей. Не убей. Не убей. Не убей. А теперь... Я тебе не убей. Я тебе не убей. Я тебе не убей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну давайте присядем И вообще Я предлагаю вам Давайте перейдем на На ты Да Простите, а сколько мы с вами знакомы? Да буквально неделю Неделю? Ну да Мы познакомились Не расставались неделю А потом вы Ты Сделал мне предложение Как-то вечером ушел в магазин И пропал Вот я для тебя нашла Всю больницу и морги проверила А кольцо мне? Ты какое кольцо имеешь ввиду? Ну если я сделал предложение Я же должен был кольцо подарить Я его дома оставила Нелья, я чуть за стыданье сгорела Когда он меня про кольцо спросил Убрать человека в лесу Это труднее, чем я думаю Да и вообще Он сейчас все вспомнит В любой момент Что я ему скажу? Здрасте Покаешься Скажешь, увидела тебя Облюбилась с первого взгляда А еще узнала, что у тебя память отшибла Так вообще Решила тебя одарить любовью и лаской Это все Он вспомнит Что еще не факт Так что не вибрируем Держимся плана Плана? Какого такого плана? Нелья, нет никакого плана У нас с тобой ничего нет Нам нужны доказательства Будут ему доказательства Будут Так, ну что Готовы? Одночку Да Угу Вот, отлично А теперь голову направо Налево А теперь так в три четверти И немножко голову наклоните На менясь по голубе Угу Отлично А теперь вот Такой с хитринкой Как будто заигрываете со мной А вы точно для полиции Меня фотографируете? Да я просто хочу добиться Как бы жизненной естественности На вас таким грустным лицом На вас не то что следственные органы На вас мама родная не узнает Может? Ну улыбнитесь Ну вот так да Простите пожалуйста У вас паспорта есть? Паспорта хозяюшка Делать долго и дорого И небезопасно Ну я просто так спросила На будущее А удостоверения какие есть? Убирай хозяюшку корочки На любой вкус Хочешь общество слепых Хочешь общество охотников и рыболов Хочешь предостоверение генерала ФСБ Красивое Нет, ФСБ не надо Слепых тоже Остается рыболов Вот пожалуйста хорошая модель С бриллиантом Белое золото Не-не-не-не А бриллианты это Это слишком дорого С фианитами такое же есть? Да, конечно Чего он так нас посмотрел? Кому у нас вообще денег нет Вот, пожалуйста Красивая кстати Что, нравится? Ну нормально Готова ли ты жить со мной? В горести и радости Пока Михаил Так готова, все готова Девушка, мы берем Берем Тетя Оля, вам это зачем? Это розыгрыш такой, сынок Ты давай рисуй Пикассо Обалдеть Так, имя и фамилия Имя и фамилия Здесь подпись Ну что, вот Это по-моему вот М Четко видно А это С С С Да Так, значит Завод его Михаил Михаил Да, Михаил Так Фамилия Ну что, не знаю Смирнов О, отлично А я буду Ольгой Смирновой По-моему прекрасно Михаил Смирнов Михаил Смирнов Статус Помолвлен С Ольгой Петрухиной Че там еще Увлечения? Ну как че у мужиков-то Охот, рыбалка Литература Пиши литература Все готово Все, как говорится Живите долго и счастливо А ты давай спать Давай, давай, давай Спасибо, Паш Ну куда ж ты Ай, ладно Здравствуй Оля Здравствуй, Миш Ну что, Михаил Ну, я надеюсь Домашняя обстановка И забота вашей невесты Помогут в вашем скорейшем выздоровлении, да? Всего хорошего Всего хорошего До свидания Спасибо, доктор До свидания До свидания До свидания До свидания Пойдем Спасибо А Миш, я сейчас догоню Так, это его таблетки Вдруг у него будет приступы беспокойства А что, он обойный? Да какой он обойный? Это для профилактики Смотри, какой милаш Черт Не черт, а ангел Давай, догоняй, пока не уйти До свидания До свидания До свидания За рука Алё, у нас проблемы Он жив Вот, заходи Ну да Вот, твои Совсем новые Я тебе их недавно купила Похоже, я их ни разу не надевал Может, они напоминали мне что-то плохое Что, что плохое? Не знаю Может, через ноги память вернется Не помнят ноги А у тебя здесь очень мило У нас Ну, что, ничего? Я себя так глупо никогда не чувствовал Вернее, я даже не помню, что я чувствовал А чего не чувствовал А где мои вещи? Может, там есть какая-то зацепка? Вещи? Да нет никаких вещей Ну, так, зубная щетка есть, носки, полотенца Все остальное мы с твоей съемной квартирой хотели после подачи заявлений в ЗАГС собрать, но не успели Со съемной квартирой? Угу Почему ты сразу не сказал? Нужно туда поехать Там обязательно должны быть какие-то улики Какие улики? Моя прошлая жизнь Ну, да, да, конечно Ну, можем Обязательно поедем Завтра Можем и сегодня Можем и сегодня Говори адрес Адрес Я же просто там не была Да ты сказал, что такое прекрасное создание, как я в твою холостяцкую берлогу Как-то неудобно звать Не помнишь адрес, да? Какая ты у меня догадлива Я сам видел, как он из больницы выходил на своих двоих Это ваш промах И вы должны его исправить Не дрем, не матрем Ты нас раньше ругал, что мы его грохнули Да Так вот он жив, радуйся Какие проблемы? А такие, что вы меня спалили перед ним, что я вместе с вами заодно Он уже, наверное, всех нас ментам сдал Че ты орешь-то, а? Мы вообще в масках были, ядрен Матрёв Да! Если он кого-то сдал, то только тебя Вот это уже не честно Предупреждаю Если меня возьмут То я вас двоих сдам Идиот Друзья сдавать, это нехорошо Ладно, ладно Спасибо от того, входящего мертвеца Узнаем его планы на жизнь Да Ладно, хорошо, давай зайдем с другого боку Давай Как мы познакомились? Познакомились, так Мы с тобой познакомились в кафе Ты подошел ко мне, сказал, что я очень красивая И подарил мне зеленое яблоко Это я и сейчас могу сказать Потом мы гуляли с тобой всю ночь Потом ты позвал меня в кино на французский фильм Да я истать Как назывался фильм? Фильм, а... Как я тебя запомнил Ой, ну не помню я как назывался Ну какой-то хороший фильм французский Про любовь Ну, я вся была увлечена тобой Ну я, видимо, был увлечен тобой Потому что тоже не помню Да Потом я тебя домой позвала Пригласила на чашечку кофе с корицей Кофе? На ночь? Ну да А ты коварная И я поддался? Угу Я остался на неделю Так, знаешь что? Вообще ты меня в ЗАГС сам потащил Я, между прочем, подумала, что это шутка А ты не шутил У нас... Скоро свадьба? Угу И это целиком твоя идея ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угу Жестоко. Охота, рыбалка, литература. Помолвен с Ольгой Петрухиной. Не вспоминаешь ничего? Нет. Скажи, а зачем я с собой документы взял, когда в магазин пошел? Ну, а ты сумку всегда с собой носил, а в сумке были все деньги и документы. Подожди. Есть еще… Есть еще… Вот. Общество охотников и рыболовов? Угу. Ну, рыбу ты при мне не ловил, но про друзей, с которыми ты ездил, рассказывал. Так. Скажи, я тебя с кем-то знакомил? А кем я вообще работал? Ты про родственников моих что-то знаешь? Да что такое? Да что же это какой-то… Просто… Да это допрос какой-то. Я, между прочим, тоже мало о тебе знаю. Я… Ну… Ты… Ты говорил, что книги пишешь. Угу. Видимо, не первый раз головой ударяюсь. Ну, да, любимый. Ты… Ты же у меня писатель. Бред какой-то. А я вообще издавался? О чем я вообще писал? Ну… Тебе с издательством не повезло. Но писал ты… Про любовь. Я лучше кофе сварю. Пишите. Здрасте. Я хотела бы поблагодарить вас за мой личностный рост, который придал мне глубокий объем и социальный вес. А вы что, не останетесь на наш продвинутый курс? Ну, вы же наша лучшая ученица. Спасибо. Простите, но мне очень нужно уехать и… А куда уехать? В Сосновск. К жениху. В Сосновск. Это за МКАДом. Простите, понимаете, он просто заблудился в личной жизни. И я бы хотела, чтобы вы не помогли вернуть его в лоно нормальных отношений. Так именно этому и будет посвящен наш продвинутый курс. После нашего экстремального, эксклюзивного интенсива мужчины будут пачками падать к вашим ногам. Простите, но мне не нужны пачки. Мне нужен один конкретно. Просто, понимаете, он… Без него у меня не то что на интенсив, у меня даже на такси денег нет. А вы такая умная, вы такая красивая, вы такая опытная. Помогите, пожалуйста, советом. Ну так а что ж тут советовать? Ну нет, на такси езжайте на автобусе. Все, удачи! Вот. Вот. Ух ты! Это подарок твой. А у меня есть коз. Это бреллент. Фианид. Вкус есть, а денег нет? Что такое? Ты что туда подсыпала, яд? Нет, корицу. Гадость. У меня такое ощущение, что я аж чешусь весь изнутри. Ну, вообще-то всегда пил с корицей. Не знаю. Михаил, если тебе не комфортно быть здесь, возвращайся обратно в больницу. Дай сюда. Не-не-не, я не хочу в больницу. Я согласен на корицу. Больница? Корица. Слушай, может я не писатель, а поэт? Это моя муза. Ну да. Поэтому ты меня сразу в ЗАГС потащила, чтобы не улетела. Что такое? Если мы подавали заявление в ЗАГС, а там должна быть копия моего паспорта. Копия паспорта. Миша, мы обязательно, обязательно съездим за этой копией. Но сейчас тебе нужно быть здесь, привыкать к новому месту, то есть к старому. Иначе, может, вообще разовьется аутизм. Да я и так выживал у тебя от всего происходящего. Я пойду сейчас в магазин, а ты побудь здесь и вот. Пиши. Ты же писатель. Убирайте, господа. Хотите общество хирурга. Хотите потребнадзор. Хотите удостоверение казака. А есть генерала ФСБ. Красивая. Ядрин Матрёв, ну из нас генерала, как из тебя бэбиситтер. Слушай, полицейская ксива есть, а? Есть, конечно. Осталась одна. Я беру. Нормально, чё? Те ксивам, нечего. У тебя пистолет, чё ты? А, да. Точнее. Чё по чём? Бесплатно. У нас сегодня акция. Хорошая акция. Здоровая, да? Красавчик. Женщина, вы сдурели? Опять тысяч. Да хоть десять. Это статья. Это карается законом. Это уголовное преступление. Тише, тише, тише. Пожалуйста, не надо простоть её. Это всего лишь заявление о заключении брака. И, между прочим, я пошлину оплатила. Вы его потом в архив положите и всё. Где вы этому научились? Положите в архив и всё. Сейчас я в полицию позвоню, вот тогда всё. Нет, нет, подождите, не надо, дорогая. Пожалуйста, не звоните в полицию. Вы когда-нибудь любили? По-настоящему. Всем сердцу. Десять. Тысяча. Спасибо. Секундочку. Сейчас. Секундочку. Вот. Да, и ещё там с паспортом есть один нюанс. Двадцать. Подождите. Подождите меня. Ага. А сколько стоит проезд? Пятьсот рублей. А вы карточки принимаете? Только визит, да? Так. Подержите. У меня без трёх рублей. Вы не простите? А я что, похож на батюшку, чтоб прощать? Нет. Но я думала, вы настоящий мужчина. Ладно. Присаживайтесь. Спасибо. Предполагаю, за неделю мы изрядной помяли эту кровать. Ну, конечно. Послушай, если голова не помнит, то, может, руки вспомнят? Можно? Угу. Угу. Не помнят. Ты не волнуйся так. Это просто психологический блок. Может, снимешь? Пижаму? Нет. Блок. Ты массаж делать умеешь? Нет. Может, тогда просто погладишь меня? Как? Просто ладошкой? Нет. Пюгом. У тебя руки холодные. Прости. На диване посплю. Сегодня. Сегодня. Конечно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, мужики, приехали. Толкать надо. Выходим. Движок стуканул. Приехали. Простите, пожалуйста, а где здесь женский туалет? В лесу. Мальчики налево, девочки направо. Там же темно. А вы что хотите, чтоб вас видели? А-а-а-а-а-а! Нель, давай все отменим, а? Ну, он мне совсем не верит. Квартира чужая, я чужая. Так, мать, ты мне тут заднюю не врубай. Ну, колись. Сексом вы занимались? Ну, он меня не хочет. Что значит не хочет? Приготовь ему афродизиак какой-нибудь. Что? Я не знаю там. Манго, икра, что там еще? Устрицы. Казанова их по пятьдесят штук съедал перед свиданием. Ну, такого Казанова никакой зарплаты не хватит. Но есть более бюджетный вариант. Чеснок там хрен. Да, дорогой, я приготовила тебе свое фирменное блюдо. Хрен с чесноком. Незабываемая ночь будет. Пока, Нель. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Такси недорого? Ага. Куда вам девушка? Мне, в общем, а тут у вас, я не знаю, как это сказать, мой парень, то есть мой жених, он приехал к вам сюда, из Москвы, чтобы купить козырный объект, который называется Три сосны. И пропал. А я его хочу найти. Ну, все, не переживайте. Найдем вашего блудного жениха. Только у меня денег не так, чтобы много. Договоримся. Вот здесь у меня. Вот. Заявление о заключении брака от Смирнова Михаила Игоревича и Петрухиной Ольги Владимировны. Позвольте, это документ. А если вы расхотели жениться, это надо с вашей невестой решать. И пошлину мы вам уже не вернем. Да нет, ну что вы, я не расхотел. Вот именно. А то сначала хотят жениться, потом не хотят жениться. Вы мне статистику по району не портите, молодых семей тут. Брак – это не просто так. Это, между прочим, основа основ. Это будущее наше. Чтобы вы понимали. Простите, Антонина Николаевна, я за будущее, я за будущее двумя руками. Только, понимаете, у меня, у меня амнезия. И вот я пытаюсь восстановить память и… и документы. А у вас здесь как раз должна быть ксерокопия моего паспорта. А, паспорта, да, паспорта у меня все. Сейчас мы посмотрим. Тут у нас… Это вот… Вот у меня паспорта. И тут… Тут… Ну, знаете, буквально вчера лежала здесь вот. А теперь не лежит. Три сосны? Да ладно? Это же какая-то избушка на курьих нож. Какая некозырная объект. Лучший ресторан в городе. Смотрите, и названия совпадают. В Москве три тополя на плещихе, а у сосновских своя гордость. Да Матвей бы сюда даже в туалет не зашел. Он бы и не зашел, а вы зайдите. Ну, может, еще долго кататься придется. Спасибо. Если вы ищете самый изысканный в городе коктейль, то вы пришли по… Нет, я… я ищу мужчину. Девушка, вы его уже нашли. Что будете пить? А… Вы знаете его? Нет, извините. А вы… Как же такое может быть? Я же точно помню, что объект назывался «Три сосны». Ага, так тут все так называется. Местный бренд. Ладно. Поехали, покатаемся еще. Я… Я просто человек-невидимка какой-то. Я есть, но про меня никто ничего не знает. Тебе помочь? Да нет, что ты. Ты готовиться не умеешь. Я забыл, я же писатель. Мясо нужно резать не вдоль, а поперек. Ты это в интернете вычитал? Или вспомнил? Не помню, чтобы я читал об этом в интернете. Дай попробую. Поехали! 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 empt byte смtersи Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Здесь его точно нет! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Обалдеть! Меня другое беспокоит! Добро пожаловать в Казахстан! Друзья, Оля, я понял. Никакой я не писатель. Я повар. Добро пожаловать в Казахстан! Девушка, выйдите! Не видите, я еще убираюсь! А меня, это, уже заселили? Как хотите! А, простите, а где ванна? Душ налево в конце коридора. Телефон не работает. Зато штура в порядке. Есть номера, где наоборот телефон работает, а штура нет. Хорошо, отдых! Душ налево в конце коридора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да Пойдем? Пойдем к воде Ну сейчас познакомитесь Про ваше происшествие им знать не надо А мне Иришка ничего не рассказывала про вас Да как-то к слову не приходилось Мы с Олей работали вместе Ну по работе и подружились А сейчас ребята женятся Я вот решила их пригласить по случаю Круто как А нам с Костиком еще год до свадьбы мариноваться У него аспарантур У меня перчик пока Субтитры создавал DimaTorzok Фу, как это неаппетитно пахнет, это вообще идет? Нормально пахнет Не, я тут каждый день набежу, так что Очень вкусно Быстро на промывание На старт Внимание Марш Давай, 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 Небок, Небок Костя, ну, ну что, давай Костя, ну Костя, ну, 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 ну Я! Эх, вы, молодёжь! Всё, ребят? Ещё чуть-чуть? Аккуратно. Аккуратно. Иди ко мне. Держи, девушка, с веслом. Аккуратно. Ой! Миша, Миша, держись! Миша, ты живой? Какой я тебе Миша? Миша, где это чёрт? А вот вставной генерал с документами! Ничего себе! Сколько я его ещё ждать? Отказываюсь от сделки! Миша! Миша, стой! Куда ты, Миша? Добрый день! Здрасте! Вы больны? Мы из полиции. Ищем одного человека. А карточка есть? Есть карточка. Вам знаком от гражданина? Знаете, на фото у вас вылит Михаил Смирнов из травматологии, который без памяти. Но, вы знаете, его уже выписали. Да знаем, что выписали. Вопрос, куда? Ну, как? Домой, к жене. Ядеряну, Атрияна. А она, она где живет? В Москве? Не знаю. Сейчас посмотрю. А, нет. Вы знаете, местная. Сосновск, улица Северная, дом 46. Но квартира почему-то не вписана. Угу. А это за что? Это за помощь правоохранительным органам. И неразглашение секретной информации в ходе расследования. А свеченности тут не было? Хорошо. На, вот держи таблетки, которые тебе Нелли Аркадьевна прописала. Сейчас. Запить хочешь? Не, я и так уже наглотался. Ой, спасибо тебе. Я не знаю, что на меня нашло. Прости меня, пожалуйста. Я, я совершенно не хотела. Я случайно. А, я вообще не хотела тебе сказать кое-что. Нет, подожди. Давай я скажу. Спасибо тебе. Я же понимаю, что я не подарок. Держи. Припадочные вещи. И истерики устраиваю. Ну, ты вообще никакой не припадочный. Ты очень хороший человек. В тебе все прекрасно. И лицо, и душа. И амнезия. И амнезия. Ничего не помню. Даже не понимаю, кто я такой. А ты не сдаешься. Загород меня вытащил, с друзьями познакомил. В общем… Спасибо тебе большое. Ребята, идите арбуз есть. Пойдем. Ну, а ты что хотела сказать? Я? Ой, ты так здорово плаваешь. Да, так, да. Быстро так. Иди ко мне. Ой, щекотно. Стань. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вы мне уже готовили вот эти потрясающе вкусные сырники? Конечно, я вам готовила. И вам они уже нравились. Как же я мог забыть такую вкуснотищу? У амнезии есть свои прелести. Я могу говорить комплименты, как в первый раз. Обед. А можно мне салат из авокадо, грейпфрут и яблочный фреш? После отравления? Может еще шаурму в лаваше? Ешьте, поправляйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, девочки! Привет, привет! Доброе утро! Опять опаздываем? Ну ладно, Оля, у нее свободный график, но ты-то, Светочка. Или хочешь, чтобы кадровые решения были приняты по тебе? Нет. Что на этот раз сломалось? Каблук, трамвай, будильник? На этот раз все целое, Лада Семеновна. Ну, чудесно. А что с квартальным отчетом? Все готово. Ой, ужас. Оленька, а у тебя папка с преспирантами? Да, да, у меня. Вот. Вот. Ой-ой-ой, ужас. Что такое? Что такое? Что случилось? Вот это кольцо! Ну-ка, 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 ну-ка! Ух ты! А? Фионета! Нет, это брелленты. Ааа! Это откуда же такое закровище, а? Это от моего жениха. Ааа! Жененька! Жененька! Девушки, я! Так, 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 так. Ну-ну-ну-ну. Я как раз хотела вам сказать… Да? Подожди нам. Я вхожу замуж. Скоробоснишь, Динька, Оля. Ты запомнишь, что экспресс-свидание редко дальше аборта доводит. Вот вечно вы, Татьяна со своим скептицизмом. Оленька! Оленька, она у нас такая осмотрительная, что она прежде чем это колечко надеть, своего жениха как под рентгеном расписала, да? Да, вот именно под ним осмотрела. Так, ну это в корне меняет дело. Ну, о каком увольнении может идти речь, когда налицо семейный статус сотрудника? В кольцоне доказательства статуса. Свидетельства о браке есть? Свидетельства нету. Мы же еще не поженились. Но есть копия из ЗАГСа. Заявление? Да, заявление. Ну-ка, ну-ка. Оля, Олька! Так, так, так. Сейчас, тихо. Оля, ну рассказывай, ну рассказывай. Рассказывай, кто он. Да, он писатель. Ой, Боже мой. Как романтичный цар. Мы совсем недавно с ним познакомились. Спасибо. И как, он прям так сразу делал предложение? Ну да, вот как-то так сразу. Слушай, я же тебе сказала, нужно действовать. Только имей в виду, что твое дело все еще на контроле у китайцев. И пока ты официально не выйдешь замуж, вопрос профпригодности остается открытым. Заявление в ЗАГС – это только первый шаг, который надо отметить. Это какой? Ну, в смысле, что ж мы такое дело? Да не отметим. Ну, что ж мы? Так, у тебя ровно 20 минут на торт шампанское. Девочки! Да? Готовьте посуду. Так, твой старый спинок. Ой-ой-ой. Убликась и бокалы. Подголы на релке. Ну, что, Михаил Смирнов? Не помнят руки. Убликс В общем, я девочкам на работе рассказала, что я помолвлена и соврала, что котёс бриллиант. Перебор, да? Мать, ну, какой перебор? В самый раз. Ну, значит, назад пути нет. Будете жить долгое счастье. Ой, спасевочки. Это я не вам. А, ну, снимок шикарный. Секс был? Ну, не то, что был недавно, а то... Нель, ну, какой секс? Нель, ну, какой секс? Нет, конечно, спасибо тебе за эту базу отдыха. Мы отлично съездили, пообщались. Ну, был, конечно, один момент, но пообщались мы прекрасно. Слушай, ну, тебе, конечно, медаль надо дать за терпение. У него такой мужик под боком, а она. Общались. Нель, ну, почему он уснул от этих твоих таблеток? Что, опять? Вспышки были? Ну, что-то было. Ну, ничего конкретного. Ну, я боюсь, что... Тем более нужно поторопиться. И нечего тут бояться. Надо брать его и... И... Идти в регистратуру. Какую регистратуру? Ты не Хемингуэй, Миша. Не Хемингуэй. Так. Польза будет намного удобнее. А вот так, ничего и быстрее. Так, вот эту кнопочку мы уберем. Теперь картинки можно будет смотреть в большом разрешении. Ура! За Оленьку! За Оленьку! Слушай, ну, а расскажи, ну, вот прямо вот у тебя писатель-приписатель. Ну, да. Что он написал? Да. Он роман написал. Детективный. Про любовь. А скоро напечатают? Да, скоро. Большим тиражом. Ой, так уж хочется про безумную любовь почитать. Поняла. Олечка. М? Ну, красиво ухаживал. Да. Красиво очень. Ой, стихи читал, на лодке катал. Ну, он вообще очень, очень разносторонний человек. Вот. Когда говорят, что мужчина разносторонний, это в переводе, ну, на наш, женский, означает, что ветреный и непостоянный. Посмотри, его в квартиру не прописывают. Обещаю. Вот вечную Татьяна Петровна с твоим пессимизмом. Это не пессимизм, Анечка. Это критический реализм. Мужчина, он как вода. Все утечь норовит. А женщины сосут. Какую форму придашь, таким и будет счастье твое. Звучит как тост. Да? Давайте выпьем. За правильную форму счастья! Ой, простите. Добрый вечер фильма Папанда. Олю? А кто ее спрашивает? Мать ее, родная. Мама! Мама! Мама Ольги, мы от всей, мы от всей души, всей нашей компании поздравляем вас с будущим зятем! Папанда. Поздравляем! С каким зятем? Ну, подождите, ну как с каким смеси? Смесь, ну как с… Мам, Оля, Оля, а я… Мама, привет, я просто не слышала Тузона. Интересно. Ты когда-то собиралась мне сообщить? Я тебе потом все объясняла. Ты очень быстро получил. Ты что, даже в гости не позовешь? Взглянуть на него одним глазком. Мам, я все, перезвоню. Не слышно, не слышно. Мама, алло, алло, Оля, Оля! Я дома, Миш! Миша! Миш! М-м-м, привет. Привет. Прости, я тут уснул немного, решил начать писать роман, и вот результат. Сон в летнюю ночь. Это вот тебе от моего коллектива. Это за то, что я твой шай запустил и платформу оптимизировал. Какую платформу? Твоего детского интернет-магазина. Я увидел демонстрашку в ноутбуке, ну и… Подожди, так она же… Она что, работает? Конечно, работает. Ну чего ты удивляешься, ты же на это и рассчитывал? Ну… Конечно, ну… Просто теоретически… Видишь, как мы друг друга дополняем? Ну… Это означает, что у нас будут гениальные дети. Кстати… Мы с тобой… Говорили о детях? Нет. Ну… Может, что-то делали в этом направлении? Делали. Ну… Не целенаправленно. Жаль. Что жаль? Жаль, что я этого не помню. Пойду чайник поставлю. Да, жаль. Да, жаль. Зоя моя. Музыка Зая? Что ты сказал? Зая? Разве я тебя так не называл? Нет, не называл. А почему ты решил, что… Оля, если ты вдруг комплексуешь по поводу Зая, ты мне скажи, я больше никогда в жизни тебя не буду так называть. Ну, пожалуйста, скажи мне сейчас честно для меня. Это очень важно. Ко мне возвращается память. Ты что, ты не рада? Как это не рада? Я рада, я очень рада. Я… Я не просто рада, я счастлива. А что именно ты вспомнил? Вот. Восемь… Семь… 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 Зая. Кто это? Не знаю. Просто мне приснился этот номер телефона и имя Зая. Да. Это же здорово. Очень здорово. Надо позвонить по этому номеру. Так… Аппарат вызывает у абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Абонент недоступен. Ну, вот. Наверняка ты что-то перепутал. Ты знаешь, что может присниться такая ерунда? Это не может быть, потому что я ее видел вот так вот перед собой. Как тебя сейчас. Нужно написать смс. Зая, перезвони на этот номер. Ну, все. Теперь будем ждать. Ну, хорошо. Так, все. Мне на работу пора. Угу. Буду ждать. Мне на работу пора. С телефоном. Ладно. Да, конечно. Бери. Только, пожалуйста, если позвонит Зая, узнай мне все. Конечно. Хорошо разузнай. Конечно. Конечно. Не пропусти ответ, Зая. Обещаю. Зая. Зая? Нет, это с работы. Ада Семеновна, да, дорогая. Да, я уже иду, иду. Да, спасибо, да. Ада Семеновна. Какая Ада Семеновна? Это кто? Не знаю, внучка. Хотя у моей бывшей школьной подруги была тетка по имени Ада Семеновна. Да ты почему здесь школьная подруга, вашей бывшей тетей? Алло. Алло, Матвей! Да нет, никакого Матвея я не знаю. Вам ничего не писала. Девушка, ну, вы же слышите, что это женский голос. И нечего сюда звонить, пожалуйста. Так, Ола Женский. Я ничего не понимаю. А что тут непонятного? Жена его расколола, что он крутит с тобой любовь. И забрала телефон-то его, чтобы узнать, кто ты, чего ты. А вот у меня жена брака моего мужа… Так, секундочку. Какая жена? Вообще-то, это я его невеста. Маргарита, вам звонит жених. Владик! Марго, извините, что женихом вашим представился. Зашел проведать, а в инфекционный никого не пускают. Вот. Ну вот и пришлось медсестре на жалость надавить. Чтоб хоть голос ваш услышать. Ну, вы как там? Плохо. Какая-то аферистка украла Матвея. И вообще, непонятно, где его держат. А где? Откуда я знаю? А я знаю. Правда? Ага. А может, можно прямо сейчас меня туда отвезти? Да, но вас же не отпустят. В смысле? Как это? Не выпустят. Сейчас. Идите. Так, приезжайте прямо сейчас в больнице. Я сейчас забегу. Куда? Вам лечиться еще надо. Еще не хас спасать надо. Да вы же больны. Вот жизнь. Никакого кина не надо. Так, ну и где эта сучка-похитительница? Ага. А вы так, ничего, так выглядите для отравленной. В общем, я сегодня всю ночь не спал. Вот все думал, думал о вас. Ну, то есть, как вам помочь? Что-то до меня дошло. Тут совсем недалеко. Есть база отдыха. Три сосны. Только она, ешь, карал от загорода. Вот поэтому-то я сразу о ней не подумал. То есть, я тут при смерти лежу? А он там с какой-то телкой отдыхает? А ну, поехали быстро. Ну, место вообще-то хорошее. Ниль, я просто в ужасе от своего поступка. Понимаешь? В ужасе. Правда. Ты понимаешь, что мы наделали? Ты знаешь, что он Матвей, а не Миша? Матвей? Ну, красивое имя. Слушай, у меня тут человек на столе. Позвони мне после операции. А этот номер заблокирую к чертовой матери. Ты понимаешь, что вы человека украли? Слушай, ну, будут судить. Скажешь громко на весь зал. Простите, люди добрые, я все по любви. Все, я в операционную. Уважаемый судья, нет, уважаемый господин судья, поймите, если вы когда-нибудь любили, любовь — это такое, можно сказать, смельчающее обстоятельство. Такое чувство, которое совершенно не может быть никак… Позвольная, что ли, под колеты лезть? Любовь. Улица Рыбкина. Ну, конечно. Где еще быть общество рыболов? Ну, ты где ходишь-то? Нигде, а куда? Ну, ладно, идей, матрёнь, на минуту отошло. Чего? Ничего, что случилось? Ну, ладно, идей, матрёнь, на минуту отошло. Чего? Ничего, что случилось? Лук. Лук. Добрый день, вы по акции? Здравствуйте, по какой акции? У нас сезонная акция на комплекты манков и вот чучелуток для охоты. В комплект входят два селезня и одна утка. Вот-вот-вот так. Простите, здесь находится общество рыболовов. Да, и рыболовов, и охотников, и магазин. Вот все здесь. А вам кого нужно? Мне нужен человек, который выдает удостоверение. Я могу с ним поговорить? Да. Но председатель сообщества Лев Ильич, он сейчас занят. Но вы товар тестируете. Минут пять подождете? С удовольствием. Оль, а что с сайтом-то у нас, а? Это интернет-магазин наших детских товаров. Простите, пожалуйста, Ада Семеновна. Я не успела с утра сказать. У меня просто был форс-мажор и с телефоном. Нет, это ты меня прости, Оленька. Я тебя очень ценила, но недооценила. Ада Семеновна. Так, не возражай руководству. Я вот что решаю. Ты, Оленька, не будешь начальником отдела продаж. Ты, Оленька, будешь директором интернет-магазина. Но... Так, но для того, чтобы тебя утвердили китайцы, тебе нужно дожать семейный вопрос. Иначе не только директором, но даже уборщицей в нашей компании ты работать не сможешь. Кстати, когда у тебя с вами-то? Вопрос пока открыт. Здравствуйте. Скажите, вы меня видели там, там, на лестнице? Нет. А? Хороший. Скажите, пожалуйста, а вы меня видели? Я имею в виду раньше. Ага. Ну, может, вы меня помните? Нет. А вот так узнаете? Оно же фальшивое. Вы где его взяли? Не помню. Понимаете, у меня ретроградная амнезия. После несчастного случая. А может быть, вы жулик? И хотели обманным путем завладеть охотничьим оружием, чтобы использовать его в преступных целях? Да ничего я не хотел. Вернее, я даже не помню, чего я хотел, а чего я не хотел. Вернее. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и куда теперь? Даже спросить некого Котик! Котик! Котик, ты живой? Котик! 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 А где котик? Я буду жаловать от прокуратуру! Они просто обязаны были принять заявление! Ну, что тут поделаешь? Такие правила! Нелогичные правила! Нет, правила-то как раз логичные! Заявление принимают либо по месту жительства, либо по происшествию! А у вас тут, вот, да! Тут, слава богу, ни прописки, ни происшествия! Вот, только бомж! Если бы мы с Матвеем успели пожениться, пока эта Грымза его не сперла! Они бы просто обязаны были принять заявление! Потому что я была бы жена! Да! Или вдова! Это в крайнем случае! Здравствуйте! Привет! Привет! Ты почему не дома? Просто... Решил прогуляться! А, прогуляться-то отличная идея! Я как раз хотела тебе предложить! Правда? Угу! Вот видишь, наши мысли и желания совпадают! А это добрый знак! А вот наш клиент со своей бабой! А куда это они намылились? В последний путь! Чего он все по людным местам-то броет? Ментов полно! Еще бабу с собой таскает! Не подобраться! Я, значит, так мыслю! Если бы он чего-то вспомнил, то Эдик уже давно бы закатали! А он бы нас в момент сдал! Правильно? Значит... Время есть! Но немного сегодня решать надо! Обоих? Ну, как это некрасиво молодоженов разучать! Пошли! Пойдем, постреляем! Пойдем, постреляем! Добрый день! Добрый день! Прости! Пневматические? Термоядерные! Дальнего действия! Какая прелесть! Заверните! Ну что, постреляешь? Ой, нет! Я в последний раз в классе в девятом стреляла! Да я, может, вообще не стрелял! Не смотря на свое удостоверение! Ну, ты же охотник! И, тем более, ты стреляешь не очень! Ты сам будешь! Ну, это проверим! За десять попаданий приз! Лешевый Медведь Михаил! Ну, здравствуй, тезка! Вообще-то, пока никто этого Медведя выиграть не может! Я уже привык, свыкся с ним, с ним разговариваю, пока им посудителей нет! Ты бы девушку себе нашел! Придется избавить тебя от медвежьей зависимости! Угу! Поздравляю! А у нас первый такой меткий стрелок! Спасибо! Спасибо! Я же говорила, что ты охотник! На медведей! Это тебе! Спасибо! 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 До свидания! До свидания! Здорово! А куда ты, Медведь? Денький в крючах! До свидания! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пеныша хотел помочь вам сумку донести. Забыл предупредить, а? Ой! А что нужно сказать? Извините, пожалуйста. Случайно вышло. Глаза бы матери твоей посмотреть. Спасибо вам огромное. Спасибо. А что, полицию вызывать будем или скоро? Не надо, полицию прошу. Я не буду больше. Ай! Ай! Слово даю! Ну, смотри, слово дал держать надо. Я здесь часто болею. Извините. Само как-то получилось. Эдик, есть разговор. Ну, что вы, хорошая новость. Нашел он человека, который без всякой полиции может отыскать кого хочешь. А он преступник? Ну, что вы? Это человек с незапятнанной деловой репутацией. Потому что и запятать его невозможно. А как он нам может помочь? По номеру телефона, с которым он пришел смс. Он может установить имя и место прописки владельца телефона. Но. А это будет недешево. Нельзя экономить на собственном счастье. Это чьи слова? Мои. Едемте туда. Эдик. Алло. Слушай, наш клиент крутой боец. Стреляет, дерется. Ну, типа бывший спецназовец. И ты нам об этом вообще ничего не сказал. Эдик, Матрёв, это реально подстава. Слушайте, спецназ – это все в далеком прошлом. А сейчас он – обычный зажравшийся московский торгаш. Я вас умоляю, уберите куда-нибудь его. Вы совсем. Иначе денег вам не видать. И учтите, я не смогу вас покрывать, если он меня найдет. У меня слишком диски болевой порог. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Очень низкий. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Номер недоступен. Слушай, тебе точно это Зая не звонил, а? Нет. Я же говорю тебе, ты ошибся номером. Это не фантастический фильм. Нельзя позвонить в собственной сумме. Слушай, это же крутая идея для Романа – позвонить в собственный сон. Крутая идея. Ладно, я в ванну пойду. Потом будем ужинать. Я же не писатель. Я повар. Жди здесь. Оль, мы кого-то ждем? Что, что, я не слышу? Я открою. Добрый день. Вы, вы Коле? Как выясняется, не только. Оля в ванной. А вы, простите. Мать. Оля. Если вам интересно это, конечно. Да, конечно. Ну, что вы, проходите. Благодарю вас. Низкокалорийный. Оля сладкоежка, но ей вредно для фигуры иметь в виду. Мама. Мама. Картины Репина не ждали. Просто ты обещала позвонить и пригласить в гости. Если помнишь. Я закрутилась, мам. Угу. Ну, конечно, как обычно. Поэтому я решила зайти без приглашения. Конечно. Как обычно, мам. Может быть, ты нас представишь? Хотя, впрочем, я сама. Лидия Андреевна. Михаил. Ну, что вы стоите, как неродные. Мамочка, проходи, конечно. Позволите? Да, конечно. Ты что, ты про меня ничего не рассказывала? Ты что скрываешь меня, как преступника? Нет. Я просто хотела ее подготовить. Она неожиданно позвонила на работу. И мне пришлось признаться. Пожалуйста, только не думай. Она абсолютно нормальная. Только про память свою ни слова. Хорошо? Пойдем. Все. Ух. Ух. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здорово, брат. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот её номер. Мне нужен адрес. Терпение, хозяюшка. Ага. Попалась птичка. Да и нет. Сначала деньги. А вы карточки принимаете? Конечно, хозяюшка. Не беспокойтесь. Поговорите номер карты. Я сейчас сам снимаю. Я очень наличными. Я сейчас только до банкомата добегу. Миша готовит? Просто изумительно. Я так не умею, мам. Угощайся. Спасибо. Я на диете. Ты, кстати, тоже. Не забывай. Ну что, Валя, в отличной форме. Конечно. 150 граммов уже скинули. Да? Значит, надо возместить? Любите выпить, Михаил? 150 сухого ещё никому не вредило. Это медицинский факт. О, вы доктор? Я повар. Писатель-повар? Интересно. Миша работает шеф-поваром. И в свободное от работы время он написал роман. Колобок. Не читали? А ничего. А то себя женишка подхватила с юмором. Я, кстати, в своё время тоже не промахнулась. Всю родню насмешила. Мама. Так о чём ваш роман, Михаил? Детектив. Детектив про любовь. Да. Это... И скажите, за сколько же его можно продать? Тысяч за десять? Десять тысяч. Чего? Доллар. Девро. Ну, понятно, значит, на личный вертолёт не заработаешь. А что у вас с жилплощадью? Ну, квартира своя? Миша трёхкомнатная квартира. Машина и гараж. Гараж — это хорошо. Значит, вы планируете с Оленькой поселиться на вашей жилплощади? Скорее всего, будем жить здесь. А Мишину квартиру продадим. А ты у меня не промах. Слушай, отличная идея. Продать квартиру трёхкомнатную жениха, чтобы оплатить свою двушку. А вы в курсе, что у Оленьки ипотека? Ну, может быть, вы считаете, что повар-писатель или писатель-повар, он должен быть выше мысли, а не движущий стечь? Вот именно. Ну. И вообще, пожалуйста, прекратите этот допрос. Лучше за собой-ка слезите. Вашей дочери тридцать два года. А вы до сих пор её контролируете. Оля пора жить своей жизнью. Своей, а не вашей. Послушайте. И попробуйте мясо. Попробуйте, оно не отравлено. М-м-м, очень вкусно. С красным вином попробуйте. Красное сухое с мясом, это классика. Оля, выпей сто пятьдесят граммов, ещё никому не повредили. А вообще, мама, я тебе хочу сказать, что по всем основным вопросам с Мишей я согласна. Ну, что ж, я считаю, что вы очень подходите друг к другу. Когда свадьба? А, так, улица Северная, сорок шесть, квартира сто шесть. А если её дома нет? А если она Матвея вообще в другое место увезла? Можем мы по геолокации определить, где сейчас этот номер находится? Можем. Только это ещё будет столько же стоить. Можем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подожди, стой... Ты что, диссертацию пишешь? Ты серьезно? Оля! Тебе надо срочно отдыхать! Это легенда! Из разряда «вали все на меня!» Понимаешь? Мне-то он ничего не сделает! Ну что, думаешь, на меня поверят? Ага... Я перезвоню... Оля? Да... Нам надо поговорить... Садись... Значит так... Я должен тебе признаться... Я тебя обманул... Никакой я не Михаил Смирнов... Просто я взвесил все факты... Никакой я не писатель... Сколько себя не мучаю... Ни одной строчки не вымучил... А вот это удостоверение... Фальшивка... О случае с задержанием юного грабителя... Как я ему руку вывернул и потечку сделал, а? Стреляю без промаха... Вот эти приступы ярости... Послушай... Оль, может я бандит какой... Насочинял по себе стрекоробам... А сам хочу у тебя квартиру отжать или ценности какие-то из дома вынести... У тебя ценности какие-то есть? Короче так, Оль... Решай сама... Если хочешь, чтобы я ушел... Я уйду... Стой... Я должна тебе кое-что сказать... Но... Ты должен знать... Что... Что бы ни случилось... Я... Я тебя очень... Люблю... Я открою... Угу... Здрасьте... Здрасьте... Вы к кому? Это ты там в деловой поездке дела делаешь, да? Простите, пожалуйста... Вы кто? Это вы кто? А я смотрю, ты здесь неплохо устроился... Как ты мог, Матвей? Матвей... Девушка, простите, но я первый раз в жизни вас вижу... Вы меня знаете? А у меня просто амнезия после несчастного случая... Что ж ты врешь, как первоклассник? Я не вру... У меня здесь справка есть... Котик... Только ты что, правда в беду попал? Котик, это я... Это я твоя зая... Потому что ты совсем-совсем меня не помнишь? Зая... Так вот же, зая... Зая... Как ты меня нашла? Ольга дала адрес? Это вот эта вот? Это та, которая трубку взяла и сказала, что я номером ошиблась? Котик, а зачем ты мне сообщение написал, если я все равно дозвониться не могла? Это правда? Она тебе звонила? Случайно я взяла... Ну и разбросила там... Потом он заблокировался это все... Простите, это случайно... То есть, мужчина моим, ты тоже случайно! Так, стоп! Пожалуйста... Знаешь что? Я так и знала, что такая... Остановились! Теперь говорите... Что вы обо мне знаете? Кто я такой? Миша! Ты Сорокин, Матвей Иванович, из Москвы. Ты приехал сюда покупать объект «Три сосны», а сам с какой-то аферисткой живешь. Это невеста моя, Ольга. Это я твоя невеста, Марго! Матвей, как ты мог это забыть? Мы же собираемся с тобой пожениться! Ну, Маргарита... Ну, вы так не переживайте. Если все так, как вы говорите... Ничего страшного не произошло, вот я здесь никуда не пропал, жив. Ну, почти здоров. А у вас доказательства есть? Ну, какие-нибудь? Да. Вот это паспорт. Оль, смотри, мой за грани. Значит, я не Михаил Смирнов? Нет. Значит, ты мне все врала? Да. Да. Да я-то боялся, что это я аферист. Значит, и про ЗАГС-то наврала? А кольцо где взяла? Какой ЗАГС? Какое кольцо? Ну, я его в магазине купила. В ювелирном. Кольца там продаются. Совсем бабы в провинции офигели. Чужих женихов воруют. Я свою счастье никому не отдам, поняла? Аферистка Сосновская. Матвей, самое главное, что ты жив. Собирайся. У нас в час отходит поезд. Поехали. Куда? В Москву. А оттуда сразу в полицию. Заявление писать. На тебя я тоже заявление подам, поняла? Поехали. Крутой сюжет. Для романа. Угу. Красная стрелька. Матвей. Матвей. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Нель, ну чё, как думаешь, они правда на меня в суд подадут? Что ты заладила с этим судом? Ну подумаешь, пожила ты с мужиком. Купила ему новую одежду, кормила его. Ну вообще-то это он меня кормил. Ты знаешь, как он готовит? А эта фуря вырвалась, как ураган, и смела всё на своём пути. Что-то сломала? Угу. Мою жизнь. Так. Королева урагана. Ну-ка, собралась и выпила чаю с мёдом. С ядом? С мёдом полезней. И по поводу Миши, ну в смысле Матвея. Ну перекрати куксится. Может, он эту королеву Маргой не вспомнит. А если вспомнит? А если вспомнит? Вот тогда уж точно к тебе прибежит. Ты просто меня утешаешь. Нель, я перезвоню тебе, хорошо? Нель, я перезвоню тебе. – Мы из полиции. – Здрасьте. Здрасьте. Мы ищем Матвея Сорокина. Он здесь проживает? А здесь проживаю я, а Матвей уехал. Куда? Я не знаю, куда. Не знаю, где он сейчас. Простите, а можно ваше удостоверение еще раз посмотреть? Да, можно. Простите, а потом вы же девочки… Да, спокойно, спокойно. Тихо. Тихо, 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 тихо. А что вы делаете? Это оперативно-юморское мероприятие. А Матвея, вам зачем? Это кондиционерная информация. Ну, что там? Ушел, гад. Все, валим-то. В смысле? Валим ее? В смысле отсюда? Спасибо большое за помощь. Хедрен, матрен. Слишком здоровую выдают. В кобуру не вылезает. Да, кстати, и помните, эта секретная информация никто не узнает. Никто. Даже наши коллеги с углодами. Чего? Спасибо. Спокойной ночи. Тихо. Алло, Оль, что еще? Алло, нуля. Матвей хотят убить. За ним киллеры пришли. Подожди, мать, что ты огородишь? Какие киллеры? Может, правда из полиции? У него пистолет с крушителем, а у второго удостоверение фальшивое. Нелли. Какие тут могут быть еще варианты? Оля, ну если это правда киллеры, то, я не знаю, надо полицию вызывать. Какую полицию? Меня первой в этой полиции закроют как минимум за похищение человека и подделку документов. Так, все, я поехала на вокзал. Может быть, я успею их предупредить. Пока. Пока. Так, а мы пойдем другим путем. Котик, ты совсем-совсем меня не помнишь? Нет. Я не помню, чтобы мне нравилось обращение котика. А тебе нравилось котик? А как она тебя называла? Мишкой. Как в медведя. Как грубо. Сразу видно, что она тебя не любила, а просто пользовалась. Чем? Мясом мое. Чем? Ну, я это, я... Мясо я готовлю. Вкусное. Кстати, не ты мне научила. Готовить. Котик. Я тебе не какая-то там повариха. Я тебе галстук помогала выбирать. Мы с тобой в Милане купили. Такой шикарный, такой красивый галстук. Могли в Милане. Да, да. Ты меня еще три часа возле магазина ждал, пока я платье выбирала. Помнишь? Уверен, что это было феерично. Но, к счастью, нет. Не помню. Уверен. Вот так. Оно вот так. Ну, погнали. Уверен. Владимир Константинович, а вы что тут делаете? Как? Портечка. Так, так, поздно. Давайте в палату. Ай, я. Доиграю. Ну, пока уж. Ну, Илья Аркадьевна, мой любимый хирург. Николай Сергеевич, ну, как самочувствие? Здоров, как бык. Отлично. Скажите откровенно. Скальбель при вас? Зачем? Как зачем? У меня тут лимончик, колбаски подрезали. Ага. И коньячок? Ну, от вас разве что антискровыш. Генерал-майор полиции. Ведете себя, как мальчишка. Я с того света вас зачем вытаскивала? Так за это и надо выпить, Нелли Аркадьевна. Не всякий оттуда возвращается, заметьте. Вот после выписки и выпьем. А сейчас у меня к вам вопрос очень важный. Что у вас тряслось? Операция нужна. Срочно. Мне опять? Мне. Ну, вернее не мне, а мои подруги. Вернее, и жениху не важно. Нет, Нелли Аркадьевна. Я могу только первую медицинскую помощь оказать. Ну, в крайнем случае принять роды. Полицейскую операцию. Причем срочно и конфиденциально. Поподробнее. Знаешь что, мне вообще кажется все это подозрителем. Я вообще не из тех женщин, которых можно взять вот так вот просто и забыть. Это я заметил. Мне кажется, что ты все врешь. Что тебя вся аферистка подговорила, чтобы ты изображал амнезию. Чтобы оправдать твою измену мне. Да ничего она меня не подговаривала. Откуда ты знаешь? Ты же ничего не помнишь. Прекрасная логика. Жалко, что уже этого не слышно. Уже жалею, что и нет рядом, да? Котик, а ты совсем-совсем не помнишь, где деньги? Где деньги не помню, зато я помню, что за последний час я раз сто просил тебе не называть меня Котик. Ну, видишь, как я благотворно влияю на твою память. Уважаемые. А, да. Оплата по карте. С вас сорок восемь тысяч до сорок шесть рублей. Копейки я округлинула. Это что, счет за кругосветное путешествие? Нет, просто я не экономлю на своем счастье. Для меня ты мое счастье Котик. Так, ну и кто будет за это счастье платить, Котик или Зая? Старший лейтенант Иваненко, а это наш оперативник Василий. Здрасте. Добрый вечер, Матвей. Здравия желаю. По какому вопросу? А я Марго. А у нас записано, как Курочкина Маргарита Сергеевна. Курочкина. Матвей, похоже, что люди, которые лишили вас памяти, теперь хотят лишить вас жизни. И каковы ваши действия? Наши действия, Матвей. Сейчас мы все вместе едем на квартиру к Ольге Владимировне Петрухиной. Опять? Марго, вам так сказать, придется исполнить роль наживки. Ну а мы будем ловить ваших киллеров. Ну почему нужно возвращаться? Потому что киллеры должны знать, что Матвей проживает у Ольги. Тогда явно проживать вместе с ними. Вас мы разместим в гостиницу. Вы можете помешать следственным мероприятиям. Секундочку, вообще-то я его невестой не могу помешать. Но ведь нам никак не поможет, а только наоборот. Так, знаете что? Я не понимаю, почему Матвей должен проживать с этой аферисткой. Она во всем в этом замешана. Ее нужно арестовать. Гражданка Курочкина, если вы сейчас будете препятствовать следственным мероприятиям, я арестую вас и лично отправлю в Москву. Марго… Пожалуйста. Марго, это ненадолго. Значит, так отвезете девушку в гостиницу при составе. Ага, не вопрос. Жая… Матвей, а вы с нами? Матвей! Матвей! Ты жив? Пока да. И чтобы продлить это счастливое состояние, прошу в машину. Быстро! Матвей! Так, значит, выходим по двое, очень быстро. Сначала я с Матвеем, потом вы с Василием. Все, пошли. Матвей! Матвей! Похоже, менты нашего Журика прикрывают. Да вот. И бабу его. Да не трепещи-то. Будем рассуждать логически. Будем. Если это менты, то наш чудик все вспомнил. Издал Айдика. Так? Так. Если Эдик взяли, он сдал нас. Так? Так. Если Эдик сдал нас, то мы сидим в СИСО. Так? Так. Не, не, подожди. Нет, не так. Следовательно, это не менты. А кто это тогда? Телохранители? Или мозгоправы? И как мы теперь его замочим? Силой мысли? А ты много не думай. Он осыдит голова. Вот пускай внука чанут трещит. Окей. А это чаливаем плавно, как белый теплоход. Василий будет вас охранять. Так. До утра из квартиры ни ногой. Инструкции не нарушать. Ага. Ну все. До завтра. Можно я на диванчике посплю? Ага. Что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Доброе утро! Слушай, а ты не знаешь, где моя домашняя футболка? Там же, где дом твой в Москве. Здесь твоего больше ничего нет. А футболку, которую я тебе покупала, твоя невеста забрала. Она у тебя очень практичная барышня, своего не упустит. Ну и чужого тоже. Кофе можешь сам себе налить. Мне не жалко. Вот это спасибо. Вот это от души. Только знаешь что, ты зря на меня обижаешься. Ведь это не я тебя все это время обманывал. Ты романы писать не пробовала? Не пробовала. У тебя бы неплохо получилось. Скажи, а то, что ты с первого взгляда меня полюбила, ты тоже выдумал? Вот это тебя не касается. Как это не касается, я чуть не женился на тебя. Но ведь рад, что не женился. Зачем тебе провинциальная клушь, когда есть гламурная длинноногая зая? Она, по крайней мере, ко мне не относится, как к подопытному кролику. Это пока не относится. Ты поживи с ней годик-другой и посмотришь, какие на себя веревки будут вить. А ты не стала из меня вить сразу после того, как забрала из больницы. Я стала вить семейное гнездо. И, между прочим, жизнь в этой квартире ты еще долго будешь вспоминать. Пойду, досплю. Осторожен страйпер! Ты что делаешь? Я от пульки безуществую. Недленно перемещаемся в сторону спальни. Я хочу в спальню. Тем более с этим типом. И вообще, нечего на меня так наваливаться. Да сгущенка взорвалась. Какая сгущенка? Да я варила сгущенку в банке. Зачем? Как захотелось. Мягкого, теплого и сладкого. Семен, прием. Да, Семен слушает. Задержали подозреваемого, как понял. Понял, задержали. Молодцы. Задержали. Ну вот, ты от меня и избавилась. Привет. Наконец-то. Здорово, Едерина Натарин. Ну что, готово? Скажите мне, что он исчез и больше никогда не появится на нашем горизонте. Он исчез и больше никогда не появится на нашем горизонте. А, бабки мы пошли. В смысле? Шутка, Едерина Матрёна. Шутка? По-вашему, это что, очень смешно? Вы что мне на стрелку дернули? Шутки шутите? Чтобы сказать, что мы отказываемся его мочить. Это стрёмно. Едерина, Матрёна, нам при таком раскладе профит тебя грохнуть, а не его. Сечешь? Подождите, подождите. Должно же быть какое-то здравое решение. Черт смотри, зачем мне вообще все это затеял, блин? Короче, ты все это замутил, то я думаю, как выкрутиться. А иначе какие у нас варианты, Едерина Матрёна? Сидеть, ждать, когда он все вспомнит и сдаст тебя. А ты нас. Слушайте, если вы сами не хотите, давайте я сам с ним все решу. Вы только его привезите ко мне. Ну только так, без шума. И сразу бабки раскидаем. Да пустите вы меня, да пустите вы меня, да пустите вы меня. Ну так и честно, вы дураки. Два мужчина на одну девушку. Пустите. Марго, вы ее знаете? Конечно, знает его невеста. Да пустите же меня. Ау. Ой, мне так больно. Мои ручки не созданы для таких браслетов. Что случилось? Следила за домом. Я не следила. Я это, хотела повидаться с будущим мужем. Наблюдала за окнами квартиры с подъезда соседнего дома. Мы решили, она сообщится. И много наблюдала. У вас окна зашторены. Маргарита Сергеевна, вы понимаете, что мешаете операции? А почему она может находиться в этой квартире, а мне нельзя? Все, сажай ее в машину и пусть везут в гостиницу. Котик, береги себя. Я тебя жутко люблю. Котик, ну что, котик, повезло тебе с невестой? Так любит тебя, просто жуть берет. Зато любит по-настоящему, а не фиктивно. Так, все, это слишком. Гражданин Ваненко, пожалуйста, можно я несколько дней у подруги поживу? А вы здесь решайте, что хотите, ловите своих киллеров, сколько душе угодно. Можно, но при условии, что вы не будете выходить на улицу. Как это? Почему? Но ведь киллером Матвей нужен, а не я. Логично, но неправильно. Вы видели киллеров в лицо. Да, но мне нужно на работу. Ну возьмите отпуск. И сидите у своей подруги до конца следствия. Так даже лучше. Нам рисков меньше. Вот это точно. Потому что если я здесь останусь, кое-де-кого риск возрастет. Всего доброго. Сгущёнку варили? Вот. Оль, я не поняла. Ты же хотела в отпуск после свадьбы, чтобы ехать в путешествие. Не будет никакого путешествия. Ужас какой! Как это не будет? Как вы? Вы что, совсем-совсем поссорились? Поймала-таки на рыбалке какую-то заразу. Олечка, ужас! Ну рассказывай! Как? Девочки, послушайте, нечего мне рассказывать. Правда. Мы расстались, и точка. Вот, хочу в отпуск поехать с мыслями собраться. С мыслями надо в Турции собираться. Девочки, там такие мужчины. Не нужны нам никакие турецкие мыслители. Нам с Мише надо мириться, пока не поздно. Олечка, мы же платье ведь заказывали. Ты же доказала платье, да? Олечка, ну а может быть, может быть, чё, правда не всё потеряно? Да. Вы помиритесь, остынете. Если другую нашёл, пусть сразу удочки сворачивает. Рыбок недоделанный, а? Так не наседайте на человека. Оля, и так непросто. Тем более, если свадьбы не будет, то вопрос о профпригодности вновь станет ребром в нашем головном офисе. Так что отпуск надо использовать по назначению. А именно, найти себе нового жениха. А пока что Олины обязанности будет исполнять и исполнять. Адочка Семёновна, дорогая, я ведь могу удаленно работать? У нас онлайн-продажа, интернет-магазин. Нет уж. Назвалась груздём. Иди в отпуск. Удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Что, Нель, как думаешь, есть у меня ещё шансы? Да не можешь любить эту гламурную курицу. Ну, это для тебя она курица, а для него, может, она жар-птица. С мужиками вообще фиг поймешь, чем надо. Ну да. Здрасте, тётя. О, привет. А вы теперь у нас жить будете? А ты что, против? Нет, я только за. Посидим, ужасы посмотрим. Мне уже в жизни ужасов хватает. Так, ужас ходячий, а ты уроки сделал, давай мыться и за учебники. Тётя Оль, этот ваш жених, он ещё одумается. Он же не дурак. На его месте я бы точно на вас женился. Вот, слышала? Устами младенца. Да, только Матвей не младенец. Да и вообще, поедет он в свою мазку и женится на этой своей. Ну, хочешь я его, я не знаю, её в отделение для буйных заберу, а его изолирую к тихим, чтобы не сбежал. Да нет, Нель, хватит уже. Столько всего навертели. Чужие жизни влезли. Нет, если судьба Матвей будет строгой, ну что ж, я буду за него только рада. Ой, да, я вижу, как ты радуешься. Прямо сидишь, до потолка прыгаешь. Кстати, у меня дома на потолке сгущёнка. Чего? Сгущёнка? Ну да. Добрый день, Ольга. А вы зачем пришли? Привет. Чем обязан визит? Здравствуйте, Матвей. Пришла в свою квартиру за своими вещами. Простите, что помешала. Чувствуйте себя как дома, Ольга. Хотите кофе? Я сварю. Могу с корицей. Я разлюбила корицу. Она всё больше и больше становится похожей вкусами. Ну, может, тогда обратно перейдём на ты? Не вижу смысла. Мы же скоро расстанемся навсегда. Но перед этим, пожалуйста, попробуем шарлот. О, а что, из шарлотка? Да. В духовке. Угощайся. Оль, ну, может, останешься? А то мне здесь без тебя скучно. Я уже и посуду помыл, и полы, и сгущенку оттёр с потолка. А если этот киллер и дальше будет этим неповоротливым, то я тебе ремонт здесь сделаю. Ну, что, кого-то ждём? Ну, что, кого-то ждём? Подружки мои, с работы. Как они не вовремя? Может, нам затаиться и не открывать? Открываем, мы тебя сходим. Мне поможет. Открывай. Давай. Сюрприз! Сюрприз! Привет. Привет. Это тебе. Мы решили, что тебе срочно нужна психологическая помощь. Да. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. 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 Знаете, я вот вас с тебя именно таким и представляла. Я Василий. Как Василий. Ой, какая ты у нас Оля Шустра. У тебя уже какой-то Василий занялся. Дамы, добрый день. Разрешите представиться, Михаил – это я. Рад наконец-то с вами познакомиться. Недоел. Так вот вы какой-то. Это мой племянник – Василий. Он из Пензы. А-а-а! Точнее, из Иркутска, дядя. Да. Ну что, милые дамы, прошу вас на кухню отведать замечательную шарлотку. Прошу, прошу, проходите. Проходите, проходите. Не стесняйтесь. Ну, что вы сейчас пальчики облили. И мы пойдем, пожалуй, да? Пойдем, да. Что же нам вот шарлотку? Черт! Ой, а мы думали, вы поссорились. Ну, поссорились, помирились. Всякое в жизни бывает, да? А? Подрались, поцеловались, поженились, развелись. У мужиков все просто. Ой, Михаил, нам… Оленька, а у вас столько всего интересного рассказывала ужас. Да! Ой. Па-дам! Ух ты! Браво, 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 Михаил. Интересно, что же она вам про меня рассказывала? Что вы и рыбак. Да, и вот готовить любите. И что вы книги пишете. И что однажды поймали хулигана, а потом его отпустили. А она вам рассказала, как влюбилась в меня без памяти с первого взгляда. Скоро. И любит до сих пор. Нет, не рассказывала. Ты рассказывала много раз, да? Еще бы. Угу. Ну-ка. Угощайтесь. Спасибо. Это же просто пальчики оближешь. Это же есть друзья? Извините. Но раз наши два парушника любви больше не дрейфуют в океане одиночества, я предлагаю выпить за их память. Давайте, салятка. Да, Оленька? Оленька. 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 Оленька, чтоб у вас все было хорошо. Горько, 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 горько. Оленька. 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 десять. Ура! Девочки, вот это любовь. Оль, давай я посуду помою. С чего вдруг? Ну, я как-никак теперь твой гражданский муж, гражданка жена, я должен к ней помогать. Послушай, совершенно не обязательно разыгрывать этот спектакль. Киллеру совершенно все равно, кто из нас моет посуду. Интересно. А в семействе киллера кто моет посуду? Наверное, он приходит такой после работы, такой заботливый. Такой заботливый, такой заботливый, просто как ты. Кстати, а что ты мне прикажешь делать с бенефисом твоим сегодняшним? Теперь все уверены, что мы поженимся. Еще целоваться по лесу. Тебе не понравилось? Ты уедешь в эту свою Москву. А мне что людям говорить? Скажешь, ты меня киллер застрелил. А вот эта шутка совершенно не смешная. Вот за нее можно убить. Я, между прочим, за тебя переживаю. Но тебе же все равно. Ты просто вошел в роль и играешь. Оль. Прости меня. Я думал, так будет лучше. А может, останешься? О, хорошо стоим. А теперь будете ходить. В смысле? В смысле, пешком. По городу вдвоем. А мы будем следить за теми, кто будет следить за вами. И как только мы их вычислим, тут же обезвредим. А вам не кажется, что это слишком опасно? Не кажется. На всякий случай дадим вам по бронежилету. К тому же, вас не будут стрелять в людных местах. Скорее всего, вас попытаются похитить и вывезти куда-нибудь за город. А мне нравится за город. На базе отдыха хорошо было, да, Оль? Подождите, а меня тоже могут украсть? Конечно. Я без тебя не поеду. Вкусный перо. Да вы не волнуйтесь, так наши люди постоянно будут рядом с вами. Как только преступники к вам приблизятся, мы их схватим. А если вы не успеете? Тогда вас убьют. Васю уволят, а меня в звони понизят. Но это в моих планах не стоит. Так что все будет хорошо. Вы рецептик пирога не запишите, пожалуйста. Ну, для жены. Только прямо сейчас, а то потом мало ли чего. Ну что, эта штука поможет? От поля до похищения вряд ли. Ну ты, если что, ты кричи, я ни в чем не виновата. Это он во всем виноват. Если бы я знал, я бы другого из больницы взял. Знаешь что, Миша, Матвей, прости. Не извиняйся, Миша, Матвей, все едино. Какая разница, как зовут подопытного хомячка? Между прочим, ты для меня был гораздо больше, чем хомячок. Звучит как надгробная речь. Не каркань. Ты что думаешь, что если бы ты был у меня безразличен, я бы с тобой под поле пошла? Тебе просто неудобно было отказать Иваненко. Еще одно такое слово. Один пойдешь на свидание с киллером. Ну что, готовы? Пошли. Долго нам так еще гулять? Только бандитов не примали. Если ты как рыбалка на живца. Это вообще-то не рыбак никакой. Так что нечего тут за такого прикидываться. Ну, может, рыбак. Я фальшивый. Но постоять за себя могу. Угу. Постоял уже. Так постоял, что по голове получил. Потому что не помнишь ничего. Надеюсь, сейчас узнают. Ладно, что это киллер-снайпер у меня оказалось. А то выстрелит прямо из кустов в голову. Точно нужно было каски одеть. Мне черную, а тебе белую. С фотой. Шутишь ты? Вот у меня ноги подкашиваются. Точно с головой не в порядке. Раньше тебя это не смущало? Первый-первый, а второй? Объекты? М и О движутся по направлению к павильону. Чай, кофе. Как слышно? Прием. Коля, можно тебе вопрос задать? Да. Помнишь, перед самым приездом Марго, ты хотела со мной о чем-то поговорить? Это ты про обманцева хотела рассказать? Не могла больше врать. Пойдем-ка, хорошенький. Пойдем-ка, хорошенький. Вальд. Вальд. Ты это… Прости меня за то, что я наговорил тогда. Перед подругами твоими комедий, ладно? Матвей, это… Это я должна просить тебя прощения. За то, что комедий перед тобой аломала. Ничего. Это было даже приятно. По крайней мере, этого я уж точно никогда не забуду. Мы его взяли. Где? Здорово, здорова! Страшно подумать, что ты могла выбрать кого-то другого. Нет, я бы выбрала тебя. Даже если можно было бы отмотать время назад, это был бы именно ты. Потому что ты мой… Стоп! Только не говори, что я твой жених. По второму разу я этого уже не выдержу. Нет, нет, конечно, нет. Не жених и никогда им не будешь. Я когда увидела тебя… Глаза, улыбка, голос… Стихи мои любимые цитируешь… Как-то сразу… Почувствовала, что… Что ты тот самый человек. Которого я всегда ждала. Ну и пусть ты сейчас женишься на этой своей Марго. Ну… Ну, ты мой. И я тебя… Очень люблю. Тьфу… Да пустите меня! Да что это… Отпустите меня! Немедленно я сейчас гласа себе выкрую. Понятно? Вот девушка. В костюме кролика пыталась осуществлять оперативное негласное наблюдение за объектами. Опять вы? Это уже не кролик, а зайчик. Я не собираюсь сидеть в гостинице, пока это там моего жениха кукуряет. Да больно! Отпустите. Невеста Матвея Сорокина. Я невеста Матвея Сорокина. Третий на связи. Подозреваемый нами задержан. Да. Это второй прием. Вас понял. Второй отбой. Это не преступник. Так, может, мы ее пока в машине закроем? На всякий случай. Ну, чтобы операция нам не сорвала. Какую операцию? Подождите. А кто следит за Матвеем Сорокиным? А кто следит за Матвеем Сорокиным? Вы чего? Эй! Пацаны! Сохрани спокойствие. На вас готовится покушение. Бегу машину. Быстро, 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 быстро! Матвей, Матвей, это преступники. Стой! Пошел, быстро, пошел. Быстро, пошел, пошел, пошел. Оба садитесь. Давай, 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 давай. Матвей, Матвей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА РЫДАЛКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА РЫДАЛ Try not to be able to be you with of your other body. Уходи! Оля! Оля, ты в порядке? Да! На кой бабу перетащили? Декабристка! Этик! Узнал, что ли? Ах ты сволочек! Сорок, Сорок, не надо. Я… Я тебе все деньги верну. Хочешь, еще свои заплачу за беспокойство. Оль, ну ты чего? Ну что ты, милая, Ванночка, что наступает моих хороших? Пошли! 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 Вперед! Висарь! 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 Спасибо, Николай Сергеевич! Ну, Лера, хоть. Ну, надеюсь, теперь вы не откажетесь выпить со мной по рюмочке коньячку в ресторане Трисославе. Ну, конечно. Я только о подруге позабочусь. Я буду надеяться. Так. 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 Я с Ольгой в больнице. Наля Аркадьевна? Да. Здрасте, Матвей Иванович. А вы как узнали? Как я узнала? Да я, можно сказать, всю эту операцию организовала. Так, пульс слабый, но жизнь будет. Вам с нами нельзя! Нельзя! Так, поехали! Котик! Котик! Котик, ты жив? А вот и за вас, Маргарита Сергеевна, Матвей и Ольгу могли убить. Ну, и не убили же. Ну, все. Ну, все, все закончилось. Теперь мы наконец-таки можем поехать домой. Зая, я должен тебе признаться. Я все вспомнил. Буквально минуту назад. Наконец-таки! Ты вспомнил. Ты вспомнил, что мы собирались пожениться. Прости меня. Ты такая, такая красивая, такая славная. Но я тебя не люблю. Ну, когда ты любила? Сейчас, нет? Ах ты! Ты! Ты скотина! Ты скотина! Так, только не по голове! Ну, пошли вы все! Как же так будем! Ирина Торецкая! Это не честно! Это что за поспянято? Как будто мы… А-а-а!!! Прикури! А-а-а! Котик! Котик! Ой! Снова вы! Ну что? Опять жениха потеряли? А-а-а! Нет! Наоборот! Кое-что приобрела! Вы знаете, я просто поняла, что я не готова пока к серьезным отношениям. А я подвезу. Прошу! А-а-а! 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 Милая, молчи! Молчи, тебе пока нельзя разговаривать. Господи! А-а-а! Как я переживала, когда ты была без сознания. Простите. Это ты меня прости. И вообще, я должен сказать это прямо сейчас. Я так люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. А-а-а! Что? Рема-а-а! Что? Рема-а! Рема-а! Субтитры создавал DimaTorzok